Британские издания напечатали очередные откровения казахской золушке 30-летней Гоги Ашкенази, урожденной Гаухар-Беркалиевой. Упустница Оксфорда теперь владеет не только золотыми рудниками и компанией, поставляющей компрессорные установки для нефтянки, но и французским модным брендам. Все это не помешало ей стать во второй раз мамой. Внуки только радуют. Статья с таким названием появилась в интернет-издании «Диалог». Это эпическая сага о счастливой семье президента Казахстана. Один из героев этой саги – внук президента Алтай. Как утверждает газета, он любимчик Нурсултана Назарбаева. На снимке Алтай позирует вместе со своими родителями – Динарой и Тимуром Кулебаевым. Фото сделано после получения степени бакалавра в одном из лондонских университетов. Президент Казахстана прибыл в Лондон с рабочим визитом. Дедушки Нурсултана в кадре нет, но, как говорят знающие люди, на церемонии внука он присутствовал. Нурсултан Абишевич прибыл в Лондон на открытие Олимпийских игр, но ради внука он на время отложил все государственные дела. Впрочем, как утверждают наши источники, на праздник он приехал не только из-за любви к внуку. Присутствие Нурсултана Абишевича должно было скрепить брачный союз Динары и Тимура. Точнее сказать, воссоединить его. Этот союз дал трещину после того, как всему миру стало известно, что у Тимура есть старая семья и подрастает сын Адам. У Адамчика очень жизнь готовит быть. Даже российское телевидение, которое обычно всячески обхаживает семью Назарбаевых, не удержалось и продемонстрировало Адама и его маму миллионам телезрителей. Следом за семейными отношениями дала трещину и карьера Тимура, который уже всерьез готовился стать очередным отцом нации. Тимур вынужден был покинуть все государственные посты после расстрела мирных граждан жена Азене. Но реальной причиной отставки стало, как считают наши источники, совершенно иное событие. В конце прошлого года стало известно о скором появлении у Гоги второго сына. Этого семья Тимуру простить не могла. Тимуру удалось вернуть доверие отестя только после того, как он представил документы, доказывающие, что отец ребенка не он. Семья поверила Тимуру. А фотосессия и статья в газете «Диалог» должны были скрепить воссозданный брачный союз. Организаторы этого покаяния не учли только одного – характера самой Гоги. Светская львица и любимица британских светских СМИ решила озвучить свою версию происходящего. Для этого она выбрала одно из самых популярных светских изданий – британский журнал «Хеллоу». Он и раньше публиковал откровенные признания Гоги. Именно в этом журнале была впервые публично обнародована информация о рождении второго сына Гоги и Тимура, которая вызвала переполох в аккорде. Если я не считаю матери одиночкой, как-то так и никогда для себя не формулировала в голове. У него есть отец, у него есть мать. Возможно, у него не совсем традиционная семья, но тем не менее он окружен людьми, которые его любят. На этот раз Ашкеназия решила подробно рассказать о том, как она готовилась стать мамой. Для этого ей пришлось переселиться из светского Лондона в Италию и поселиться на вилле Менджиакани. На самом деле это не вилла, а целый дворец, построенный в 15 веке семьей Макиавелли. В нем 28 комнат и вид на кафедральный собор во Флоренции. В обычное время вилла выполняет функции люксового отеля, но, ожидая своего второго сына, Гога проживала здесь одна. Об условиях проживания Гоги во дворце, оплатив все расходы, позаботился отец ее ребенка. И Гога совершенно не скрывает его имени. Это Тимур Кулебаев, отец ее двух детей и хороший друг. Так определяет она статус зятя президента Казахстана. Журналисты издания тут же напоминают миллионам своих читателей, что отец ребенка и друг Ашкенази является наиболее вероятным преемником Нурсултана Назарбаева на пост президента Казахстана. С Тимуром, по признанию самой Гоги, ей удалось все организовать так, как надо. Журналисты вдаваться в подробности не стали. Нам лишь остается гадать, что скрывается за этой таинственной фразой. У меня сестра, она очень открытый человек, и если она любит, то она любит всей душой. Знаете, вот как у Розенбаума в песне, да, любить так любить, там, стрелять так стрелять, да, вот она вот именно такой человек. То есть вот она влюбилась, понимаете, и ей все равно. Так или иначе, сразу после рождения второго сына Гога вдруг превратилась во владелицу компании, которая принадлежит в старинный французский бренд Виане. Как говорят, это был подарок за второго сына. Кстати, в качестве компенсации за первого Гога получила шикарный дом в Лондоне. В тот самый день, когда журналисты Hello беседовали с Гогой, ее семейство с нетерпением готовилось к приезду высокого гостя. Царила праздничная суета, а хозяйка дотошно обсуждала меню романтического ужина на двоих со своим дворецким. Судя по дате интервью, этот визит проходил почти одновременно с фотосессией, которая запечатлела любящее семейство Тимура и Динары. Ведь все удалось организовать так, как надо.